приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы как вы уже догадались по банкам с молоком мы сегодня будем готовить сыр будем мы готовить испанский сыр манчега традиционно ну кстати такой достаточно с глубокими корнями сыр даже прочитал что сервантес упоминает в дон кихоте именно сыр манчега традиционно в испании этот сыр готовят из козьего молока но мы его адаптируем под наши условия у нас нет возможности купить такое количество козьего молока поэтому будем готовить из корой его не пастеризованного молока предварительно сняв частично сливки вручную просто ложечкой сейчас мы покажем как это будет будем делать и несколько слов хочу сказать о ферментах и заквасках сегодня мы получили посылку из ну как не нового интернет-магазина из интернет-магазина сыроделкин с которой мы еще не работали то есть первый раз из плюсов ферменты и закваски упакованы в пробирочки наборы с пробирочками были упакованы в такой из фольги как бы пакетик который ну как бы немножко термо термосберегающий то есть для транспортировки принципе упаковано хорошо что касается рецепта рецепт высылают по почте рецепта на сайте у них нету и изучил этот рецепт достаточно он неадекватный то есть мы от него и как бы отступаем а следуем рецепту книги все о сыроделии еще друзья нашел очень классный сайт называется сырный дом ссылку на этот сайт размещу в описании видео реально крутой сайт с очень подробными рецептами многих сыров но к сожалению сыра манчега там нету сайт не рекламирую на самом деле просто он мне очень понравился это нашел для себя очень много интересного мы с ларисой тут два вечера просто не отходили от него читали ну действительно очень много интересного вычитали замечательный сайт ну собственно говоря рецепт я размещу в описании видео текстовые а мы сейчас покажем как мы будем готовить сыр манчега и как я уже говорил первое что мы сделаем частично снимем слитки очень многие наши зрители задают вопрос для чего у вас снимаете сливки ну почему вы это делаете как бы вы теряете и в весе сыра и сыр будет якобы твердые там после выдержки ну в общем много всяких мнений я не категоричен в этом вопросе мы будем пробовать делать какие-нибудь классические с ярким вкусом сыры и со сливками со временем но хочу сказать что ну как бы в условиях сырного производства все сыры которые имеют выдержку от месяца они делаются без сливок то есть допустим качету можно да сделать со сливками согласен или какой-нибудь там сыр который недельку выдерживается его можно делать со сливками а все-таки если сыры которые требуют больше 30 дней выдержки я считаю что их надо делать без сливок но это моё имхо так сказать собственно говоря этот рецепт можно делать как со сливками так и без сливок но мне кажется что классический вкус сыра вот мы недавно сделали дегустацию голландского сыра он реально классический вкус голландского сыра мне кажется что если бы я сыр делал со сливками то мы бы его испортили но в общем будем снимать так вот механическим путем просто ложечкой молоко кстати у нас вчерашнего вечернего удо я она простояла в холодном месте ночь сливки хорошо поднялись и ложечкой мы снимаем сливки снимаем не полностью снимаем частично вот допустим если в баночке мы увидим вот так вот примерно сливок то будем снимать чуть больше половинки остальное оставим ну как бы чтобы обезжирить обезжирить молоко таким образом а из сливок друзья их совершенно ну не обязательно держать в качестве сливок из сливок делается чудесная прекрасная домашняя сметана и чудесное прекрасное домашнее сливочное масло если вас этот вопрос интересует напишите в к не в комментариях и мы снимем видео о том как приготовить сметану и как приготовить масло почему-то лариса улыбнулась наверно не хочет снимать видео про масло ну в общем заказывайте видео и если вам интересно действительно мы его снимем для вас а пока снимаем со всех наших баночек сливки готовим мы из 20 литров молока соответственно как бы все все действия будут ну рассчитаны на 20 литров молока и ферменты и закваски мы тоже приобрели на 20 литров молока если же вы готовите из 10 то собственно говоря вам надо изменить количество ферментов мы отобрали сливки друзьям и переливаем наше молочко традиционно через манличку в водяную баню мы используем электрическую водяную баню 20 литров молока если вы таковой не имеете то можете использовать просто кастрюлю в кастрюле классическую водяную баню так как делали наши бабушки скажем так берете 10 литровую кастрюлю и 15 литровую кастрюлю 10 литровую ставите в 15 литровую и в 15 литровую наливаете водички так чтобы дно внутренней 10 литровой кастрюли касалось уровня воды таким образом вы получаете классическую водяную баню потому что как вы знаете молочко нам надо нагреть я включил нагрев молочка друзья и дополнительно прямо того что у меня в этой кастрюле встроенный термостат он нагревает до 35 градусов дополнительно вот такой вот термометр для контроля температуры молочка мы будем использовать этот термометр можно купить в принципе на алиэкспрессе и на любом сайте которые тематически относятся к сыроболению он подходит для обычной кастрюли вот так вот на бортик кастрюли вы его ставите и собственно говоря мере и меряйте температуру молоко мы нагреваем до 35 градусов по цельсию на то время пока молоко будет греться мы его накроем крышечкой чтобы никакая пыль туда не летела и что нам еще понадобится для приготовления сыра манчега нам понадобится форма обязательно с поршнем форма для сыра в которой мы сможем прессовать сыр мы используем такую вот лиру для порезки сыра в нашей сыровальне она по размеру специально сделана под эту сыровальню но можно порезать сгусток и ножом и по нам и так мы ждем пока молочко нагреется до 35 градусов подогрелось до 35 градусов и мы можем внести закваски для того чтобы правильно внести закваски надо рассыпать их по поверхности молочка так как закваски дозированы по 10 литров то мы из двух колбочек на 20 литров рассыпаем рассыпать на поверхности молочка дать где-то минуту-две регидрироваться и после этого молоко надо тщательно перемешать причем но не только по кругу а сверху вниз чтобы закваска равномерно распределилась по всему молоку это важно ну и собственно говоря от этого зависит дальнейший успех а вот даем даем закваски просто регидрироваться и после этого мешаем его молочко опять же таки закрываем крышкой и оставляем поддерживая постоянную температуру 35 градусов на 30 минут после этого будем носить фермент друзья закваска наша простояла 30 минут мы поддержали температуру 35 градусов и настало время внести ферменты ферменты мы предварительно развели в 50 миллилитрах чистой охлажденной кипяченой воды вносим ферменты хорошенько перемешиваем и будем определять точку флакуляции молока то есть точку начала образования сырного сгустка будем ее определять традиционно с помощью пластиковой крышечки капроновой крышечки вернее от трехлитровой банки где-то сейчас я засекаю время от того момента как мы внесли ферменты все работает хорошо я включил секундомер и где-то через две-три минуты мы ложим крышечку на поверхность молока и начинаем ее вращать сейчас друзья покажем вам как это сделать пластиковую крышечку на поверхность молока и круто не и вот покажи что она совершенно спокойно крутится и ждем то есть сейчас наша задача стоять над крышечкой грубо говоря и ждем пока она начнет прилипать к молоку то есть когда она перестанет полностью но как бы сейчас покажу какой эффект какого эффекта важно достигнуть то есть пока она крутится больше прошло 15 минут и сгусток начал образовываться об этом свидетельствует то что крышечка перестала прокручиваться вот смотрите мы и пробуем прокручивать она практически как прилипшая к клею теперь мы используем мультипликатор 3 то есть ну временной коэффициент 3 и так как прошло 15 минут умножаем это время на 3 получаем 45 минут и всего от начала внесения молокосвертывающего фермента до окончания образования сгустка нам надо чтобы прошло 45 минут естественно в конце мы будем проверять сгусток на чистое отделение то есть полностью ли он образовался поэтому ждем еще полчаса и возвращаемся к проверке сгустка прошло 45 минут друзья и проверим на сгусток на чистое отделение для этого мы грубо говоря его разрезаем и раздвигаем если сгусток не прилетает не прилипает к ножу и и происходит ну вот как бы отделение сгустка и плюс а по краям от кастрюли отделилась сыворотка вот таким вот образом значит сгусток готов и я могу сделать вывод что наш расчет был правильный теперь нам надо этот сгусток порезать сейчас мы вам с ларисой покажем как это сделать мы для порезки сгустка используем нашу лиру хочу сказать что все это время мы поддерживали температуру 35 градусов теперь же нам надо то есть нам надо будет резать о хороший плотный сгусток его даже порезать не можешь теперь нам надо будет сгусток резать и мешать в течение получаса за это время нам надо поднять температуру до 40 градусов я устанавливаю на нашей автоматике температуру 40 градусов и будем подымать ее постепенно если у вас нет такой лиры то можно резать сгусток ножом вначале в длину на полосы грубо говоря размером со стороной полтора сантиметра но один полтора сантиметра потом в ширину на такие же полосы и потом по диагонали для этого вам понадобится длинный нож у нас есть вот такая вот чудесная лира прокупили мы в интернет-магазине 413 ком ю а и мы режем сгусток ею и так режем сгусток и начинаем его не хорошенько разрезав зерно лирой начинаем его перемешивать вот у нас уже как бы зерно такое порезанное достань на ложечки она достаточно мелкая хорошенько порезанная и начинаем его просто мешать не давать ему слипнуться в комки и вот так вот мы мешаем его в течение получаса постепенно подымает температура до 40 градусов полчаса лариса мешала сырное зерно покажи какое оно получилось достаточно плотное у нас такое зернышко получилось и теперь друзья этот сыр имеет некоторую особенность первый этап прессования происходит в сыворотке то есть мы поддерживаем температуру сыворотки 40 градусов продолжаем ее поддерживать и для того чтобы нам удобнее было наполнять форму мы дали зерно осесть и соберем часть сыворотки то есть чтобы сыворотки осталось ну грубо говоря чтобы у нас вот сейчас вот сывороткой было покрыто только то зерно которое у нас останется в кастрюле лариса сейчас отберет сыворотку и начнем формировать нашу головку мы отобрали часть сыворотки и теперь мы продезинфицировали форму и продезинфицировали марлечку помещаем форму прямо нашу кастрюлю и начинаем перекладывать в нее сырное зерно марлечку мы используем для того ну как бы по моему мнению ее тут надо использовать потому что будет прессоваться но ну вот так вот в сыворотке и у меня кажется чтобы из марлечки мы не сможем просто процесс самопрессования в сыворотке должен происходить в течение 30 минут при этом поддерживаем температуру как я уже говорил в течение этих 30 минут головку сыра надо будет один раз перевернуть вот поэтому для этого чтобы ее успешно вынуть из формы мы решили такой нестандартный метод для нас использовать марлечку мы посмотрим что у нас получится получится тщательно тщательно приминаем зерно в форме хоть это и процесс самопрессования но нам надо его сформировать то есть нам надо хорошенько сформировать нашу будущую сырную головку вот таким вот образом сверху накроем ну крышкой которая самим поршнем до для формы но никакой груз на нее помещать не будем вот так вот утрамбовываем все зерно и закрываем сверху поршень ком единственное что я думаю через марлю он туда не поместится поэтому либо надо марлю заворачивать хотя а может не закрывать его музыку стак сама прессуется или завернем марлю и поставим давно тогда завернем марлю и поставим сверху поршень желательно избежать большого количества складок при этом естественно потому что от этого будет зависеть ну внешний вид нашей сырной головки хвостик он еще торчит ага все теперь придавливаем поршнем и оставляем на 15 минут через 15 минут перевернем 15 минут и попробуем перевернуть наш сыр манчега для этого достаем его ты только не переворачивай нет она была за марлю взять и достать его оттуда вот таким вот образом в марлюшке его достаем и пробуем перевернуть сейчас посмотрим что из этого получится у нас интересный способ рисования получится или нет ну давай без марли тогда просто надевай сверху форму бери вот так вот форму сверху надевай а потом перевернешь опа вот таким вот образом и оставляем наш сыр манчега еще на 15 минут сама прессоваться в сыворотки теплой то есть при этом под продолжаем поддерживать температуру сыворотки после этого начнем уже сухую прессовку под прессом прошло еще 15 минут друзья и мы заканчиваем прессование вот это вот в сыворотке то есть водяной бане и начинаем сухое прессование достаем наш манчега мистер манчега переворачиваем его формочки и первый этап прессования на полчаса мы ставим его под груз 3 килограмма красота получается сформировался наш сырочек а не ложь туда ковричек в это время друзья пока у нас прессуется всего он будет присылаться три с половиной часа после этого нам его надо будет засолить для этого надо приготовить рассол для того чтобы приготовить рассол растворите 4 литра воды доведите до кипения вернее растворить в четырех литрах воды и довести до кипения 1 килограмм каменной соли после этого надо остудить воду до комнатной температуры и процедите через марлечку потому что в соли И бывают всякие песчинки и всякая подобная штучка, которая нам не нужна. Добавляем в этот раствор 5 мл 6% уксуса и 5 г сухого хлористого кальция. И, собственно говоря, рассол готов. В нем мы будем засаливать сыр. Я вам чуть позже расскажу, как. Еще хочу сказать, что этот рассол можно использовать несколько раз. То есть, если вы часто делаете сыр, просто в стерильную баночку его переливаете, переливаете в трехлитровую, к примеру, и до следующего раза он у вас совершенно спокойно может храниться. А мы ставим на наш сыр груз 3 кг и оставляем его на 30 минут. Это первый этап прессования. Дальше мы будем груз переворачивать из теста сыр и груз увеличивать, друзья. Прошло полчаса, и мы перевернем сыр и добавим груз. Посмотрим, как он у нас прессовался. Хорошо прессуется, по-моему. Ага, спрессовался. Тут придется постучать. Стучать не могу. Не-не, все, поехал. Поехал. Закладываем сыр другой стороной, теперь в формочку. И следующее прессование, друзья, грузом 5 кг. Оставляем сыр еще на час. После этого еще раз перевернем и увеличим вес. Так еще один добавь в диск. Через час перевернем в третий раз. Прошел час, друзья, переворачиваем наш сыр в форме. И после этого опять увеличим вес. Он очень хорошо прессуется. Наш сыр Манчего. И даже не хочет вылазить из формы. О, полез. Закладываем его опять в форму. И последний раз будем прессовать наш сыр Манчего весом уже 8 кг в течение двух часов. Это последняя прессовка. После этого перейдем к засолке. Немножко почему-то меньше получилось вес головки у нас 1800 грамм. А расчетная должна была получиться где-то 200-200 грамм. Ну вот даже не знаю, из сыворотки сделали рикотту. Не очень много рикотты получилось. Почему такой маленький выход? Может специфические ферменты какие-то. Ну как-то специфически работает. Ну в общем меньше выход этого сыра получается, чем обычно. Но так или иначе, ставим его под пресс. Последнее прессование. И через 2 часа перейдем к засолке. Прессовался сыр 4 часа. И мы можем переходить к следующей процедуре. К засолке. Вынимаем наш сырок из пресса. Из формы. Может быть не так уж легко это сделать. Опа. Чик. Снимаем дренажный коврик. У нас уже приготовлен здесь рассол. И мы можем наш сырок засолить. Значит, ложим мы его, друзья, в рассол. Из расчета 5 часов на каждый килограмм сыра. То есть нашу головку я ложу на 10 часов, грубо говоря. Где-то каждые, ну хотя бы там 2-3 часа головку надо переворачивать. Потому что, как видите, она плавает и верхняя часть плохо просолится. Вот. После этого перейдем к обсушке. Обсушивать головку надо в камере для вызревания сыров. Или в холодильнике на верхней полке. Просто кладете ее на что-нибудь такое, к примеру, на решеточку. Чтобы она продувалась и сверху, и снизу. И, естественно, переворачиваем ее тоже, ну хотя бы 2 раза в день. 2 раза в день мы ее переворачиваем, чтобы она не залеживалась как бы на одной стороне. И равномерно обсыхала, друзья. Процесс этот будет длиться около 3 дней, я думаю. Ну вот мы будем обсушивать 3 дня в нашей камере для вызревания сыров. И после этого можно будет перейти уже к основной фазе вызревания. Покрыть головку латекса. После того, как наша головка обсушится, она должна иметь такую достаточно характерную сырную твердую корочку. И после этого мы его можем, как я уже говорил, на процесс вызревания, можем покрыть латексом. Мы будем покрывать двумя слоями латекса. Причем, вот что интересно, сыр манчега, он всегда делается в черном латексе. Черного латекса у нас нету. Мы добавим в обычный желтый латекс, раскрошим в кофемолке уголь, активированный уголь. И таким образом закрасим обычный желтый латекс, чтобы у нас сырок получился классического цвета. Ну, мне так хочется. На самом деле можно и просто желтым латексом покрыть. Покрываем в два слоя и оставляем вызревать при температуре 10-11 градусов, желательно при влажности 65-70%. Но если такой влажности нету, уже при какой есть. Оставляем вызревать на два месяца. Еще очень хорошо использовать пакеты для вызревания сыра. Что это нам дает? В этом пакете мы сыр упаковываем герметично в пакет, но он как бы не герметичный, он дышащий этот пакет. Но этот пакет сохраняет внутри особый микроклимат, который очень хорошо подходит. То есть там сохраняется нужная влажность для вызревания сыра. Поэтому если у вас нету камеры для вызревания сыров, можно воспользоваться пакетами для вызревания сыров. Это, в принципе, здоровая альтернатива. Ну что, друзья, рецепт сыра манчега на этом я считаю законченным. Я думаю, что сыр получился. И, естественно, мы продолжим этот разговор через два месяца, когда я его буду разрезать и делать дегустацию. Об этом обязательно будет отдельное видео. Ну, собственно говоря, на этом я с вами прощаюсь, друзья. Надеюсь, что наше видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока!